25 августа состоялся третий этап внеочередной конференции подмосковного отделения партии «Единая Россия». 349 делегатов, среди которых губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Московской областной думы Игорь Бренцалов. Главы городских округов и действующие депутаты собрались, чтобы принять региональную предвыборную программу партии. Инициативы и предложения в нашу программу как раз со всех городов Московской области. Опираясь на мнение жителей, более 700 тысяч предложений и наказов было собрано за этот промежуток времени. И сегодняшняя программа – это как раз основа тем, чтобы делать перемены, чтобы развивать наш регион и достигать новых результатов. Капитальный ремонт многоквартирных домов, газификация, решение проблем дольщиков, транспорт и безопасность, благоустройство общественных пространств, развитие и поддержка образования и здравоохранения. Эти и другие темы вошли в новую народную программу партии. Будут наказы собираться и дальше, потому что программа, она ведь не монументальна, она живая. И можно видоизменять, дополнять и так далее. А то, что принято, это значит по каждому пункту будет принята дорожная карта. И вся работа, которая по каждому направлению будет идти и регулярно отслеживаться, будем подводить промежуточные итоги. Особое внимание в программе уделено поддержке и развитию системы образования и здравоохранения. Строительство новых медицинских учреждений, модернизация того, что сегодня находится в состоянии десятилетия тому назад, это новое оборудование. Ну и самое главное, это привлечение врачей и медицинских работников в Московскую область. Что коснулось и системы образования, привлечения учителей. К первому сентября в Московской области откроют свои двери 65 новых современных школ. Еще 25 будут заложены в конце августа и 10 в начале 2022 года. И такая работа будет продолжена. Мы должны сделать акцент на заботу об учителях, опять же, чтобы в каждом муниципалитете были приоритетные флагманские школы. Почему это важно? Потому что там идет обмен опытом. Также продолжится строительство и открытие новых культурных объектов, спортивных центров и дворовых площадок, развитие системы «Безопасный регион». Есть в программе и пункты, касающиеся проблем с экологией. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.